всем привет вы на канале модные практики сегодня у нас инга в гостях всем привет я очень рада вернуться на youtube канал модной практики поучаствовать в съемках очень рада всех вас здесь видеть пообщаться очень рада видеть олю наконец-то мы встретились кто-то был в отпуске да я успела отдохнуть и с новыми силами врываюсь в работу как здорово и мы сегодня завершили записать долгожданный обзор платья у нас знаете как на новый год пока не не пробило 12 конфеты есть нельзя вот у нас точно так же пока не снял обзор изделия носить эти вещи нельзя поэтому ему у нас тут уже очередь на съемки обзоров готовых изделий потому что очень уже хочется носить такое красивое платье и сегодня мы решили прогуляться в парке подышать свежим воздухом и конечно изделия которые в жизни которые на фоне зеленой травы на фоне там не знаю интерьеров кафе они выглядят совсем по-другому они выглядят живыми носибельными красивыми они так как это мы показываем в белой студии но некоторых не хватает фантазии подумать что мы у нас не окружает белые стены белая жизнь что мы вышли из белой студии дальше идем в кафе в ресторан на площадку в парк гулять сели в автомобиль поехали поэтому вот развиваем свою фантазию и сегодня мы в парке смотрите как красиво выглядит тынга потрясающее платье было много комментариев это платье что крупный рисунок это как всегда крупный рисунок сильно яркая не умеем себе подбирать модели но слава богу что все-таки большинство наших подписчиков нас любят поддерживают очень ценим вашу поддержку ваши хорошие комментарии и конечно думаю что сейчас даже тех кто вначале смущался чего-то в этом платье изменят свое мнение мне кажется сейчас такое подвижное время что в этом нет ничего страшного менять мнение утром нам не нравилось от обеда вы посмотрели и подумали вроде бы ничего да у меня кстати тоже такое происходит достаточно часто вода хотелось акцентировать внимание как раз таки белая студия и улица очень много вот даже я лично получаю комментарии что какие-то изделия которые мы показываем воспринимаются слишком ярко слишком выделяются от нашего белого фона студии и вот здесь вот реально это ощущение состояние когда мы видим платье и видим вокруг эту зелень это просто потрясающее состояние когда мы полностью сливаемся с этим пространством и получаем удовольствие до того что мы уже да не заперты в такой маленькой коробочке можно просто чувствовать настрой свобода да это очень приятно и сейчас попрошу ингу по традиции покрутиться чтобы вы посмотрели как это платье красиво выглядит со всех сторон я думаю по инге на счастливой улыбкой понятно что инга очень счастлива что у нее появилось такое красивое новое платье можно еще так у инга немножко изменила имидж осветлила концы видите какая красотка очень много было пожеланий ко мне поменять прическу и я все-таки это сделано именно тогда когда мне этого захотелось я приехала с моря и мне прям захотелось кардинально что-то поменять в своем образе вначале я думала реально вообще обрезать волосы покороче но я думаю это было бы перебор но я решила делать это все постепенно просто немножко подрезали концы убрали длину и поменяли цвет чуть добавили свои впечатления о платье что ты хочешь сказать о платье ну для меня это во-первых прекрасная легкая ткань шелковый трикотаж это просто что-то такое невесомое такое легкое и одновременно с этим красивая приятная не знаю мне вот самое приятное впечатление она то что во первых мне в этой модели ничего здесь опять же не мешает я очень люблю свободу у меня здесь все свободно хотя она не выглядит таким как бы супер свободным или это то есть это не оверсайз это просто как бы красивый крой который на мне хорошо сидит красиво сидит подчеркивает достоинство скрывает не до светлане александровне нашей дорогой она вот тут все конечно продумала мы не будем повторять сейчас как мы это делали вы можете посмотреть наше предыдущее видео со светланы александровны где она все все подробно рассказывает где что собрано где вставлены резиночки как все это кроилась и моделировалась сегодня у нас прогулка по парку еще раз хочу поблагодарить всех за ваши отзывы что но многим это платье понравилось мне было приятно да что вы поддержали меня в этом выборе и я чувствую что это все то что надо потому что я буду его носить я очень рада быть сегодня в парке в этой красоте у нас прекрасная погода и не жарко и не холодно очень очень приятно делимся с вами нашим настроением спасибо тебе большое что ты выбрала время со мной прогуляться мне было очень приятно сейчас мы еще все полюбуемся как инги на платье выглядит в парке на природе и потом по традиции перейдем в студию и я вам покажу расскажу как смоделировано это платье и на что стоит обратить внимание при изготовлении обнимашки я очень рада что мы смогли вам показать это прекрасное платье на прогулке в естественной среде среде природы зеленью а сейчас мы вам покажем его на столе и поможет нам в этом мастер которая создала это платье наша дорогая светлана александровна да я тоже очень рада что инга уже его опробовала как она ведет себя в жизни сейчас кое-что можно даже рассказать вам что же с ним было не совсем так вот мы не стесняемся этого очень даже хорошо что инга прогулялась в этом платье и мы увидели какие-то но такие нюансы которые нам пришлось немножко подправить будем так говорить но инга ты довольна у инге я не спрашивала тоже разрешение о том что на примерке мы говорили о том что ну вот она сказала ну вот как-то вот посвободнее так вот посвободнее но я сделала сильно посвободнее вернее мы с числавой и вот если обратить внимание на стол да смотрите рукав получился вот такой я его развернула до полусолнца клюша вот смотрите он лежит вот таким образом да он получился очень расклешенный и инге такое подходит он очень хорошо гармонирует с низом изделия той с юбкой поэтому мы можем сейчас с вами рассмотреть повнимательнее по поближе как пошита это платье в принципе это платье пошли то все практически все на четырех нитки на верлоке с четырьмя нитками по моему только одна строчка здесь по уровню талии резинка пристрочена зигзагом остальное мы можем рассмотреть на столе мне уже нравится как это выглядит какая-то красота когда я зашла в студию света уже разложила всю эту красоту на столе и конечно так даже платье вот я его не видела в таком состоянии ну давайте начнем например с чего с обработки не за рукавов и не за изделий а потом мы его вывернем на изнанку и там еще кое-что посмотрим смотрите мы использовали с числава долго 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 разные строчки использовали смотрели рассматривали и пришли к такому мнению что поставили узкий узкий оверлочок на одну иголочку чтобы он был такой и не совсем чтобы он закручивался то есть не ролевый шов у нас получился а вот такой как ленточкой обработанный вот и хотела остановиться на том какие мы нитки использовали почему же она такая получилась в то же время тоненькая но и в то же время такая хорошо застил у нее хорошие мы использовали вот такие нитки но это мы не показывали вот такие нитки для трикотажа вот смотрите если их вот так немножко сделать слабину то они такие как бы пушистенькие становятся за счет того что они вот такие расходятся вот за счет этого не настил получается вот такой плотный такой как будто бы ленточкой обработан ну и конечно же мы за мара учились почему потому что когда мы стали работать одними только нитками ну вот такой взяли средний цвет который входит в ткань но на зеленом рукаве у нас получился один рукав розовый другой зеленый и на зеленом рукаве прям был такой контраст не некрасивый контраст был вот обработав если его вот такой ниткой обработать то он прям так не понравилось в общем нам мы решили что мы все-таки обработаем его в тот цвет который больше присутствует на и именно на этом рукаве вот такой получился настил я хочу сказать что только сегодня вот сейчас на столе увидела что разные нитки до ученых работ я не видела настолько все естественно смотрелось что я даже вот не обращала внимание на такие детали поэтому когда у вас есть вот такие моменты то есть вам необходимо обработать вот такую тоненькую ткань но мы уже говорили о том что это очень тонкая ткань мы попробовали на распошивалке это прострочить было очень грубо некрасиво но и так как то вот именно на этой дорогой ткани дешево смотрится но это совсем было не то попробовали делать ролевые ролевые тоже он сильно закручивать такой грубый плотный получился шов ну и пришли к выводу что вот такая обработка низа изделия и края рукавов это самое оптимальное для этой ткани еще раз можно рассмотреть посмотрите какой аккуратный красивый шов получился ну и конечно когда инга у нас прогулялась по парку будем так говорить они наверно там везде и по травке ходили и везде да по камушкам да по камушкам они ходили и конечно же у нас низ изделия был обработан точно такой же ниточкой когда инга принесла нам в студию это платье то мы увидели что все-таки ниточки они размахрились за счет ну видимо вот травкой там или чем-то в общем они были такие все прямо как полезли да вылезли да поэтому мы низ изделия отрезали то что у нас было вот рукава как вы видите да все осталось прежнем виде то есть как бы рукав это не коснулась а все-таки юбка она касалась а прикасалась с природой и общем это не подошло для низа юбки это не подошло что мы да вот эти нитки вот мы использовали это вот которые что касается вот эти вот до 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 верха и для низа ну и что мы решили сделать мы решили сделать взять такие же нитки такого же цвета темного да и уже обычной обычными гютерман это армированная нить к чем мы обычно пользуемся и с ней конечно ничего не будет если допустим это платье попадет в те же условия в которых инга была да уже мы будем спокойно они не размахряться они прочные тонкие поэтому мы прострочили да они тоненькие да да они тоненькие но нужно если вот сравнить швы то разница да разница на верхней части получается да есть разница есть да но дело в том что юбка у нас где-то там внизу находится да поэтому мы на это внимание уже не будем сильно обращать но зато мы знаем точно что все это уже я хочу сказать что платье совершенно не мнется вот мы до были на прогулке и все было просто замечательно ничего не переживала я даже в этом платье поехала на машине могу села поехала и она вообще не помялась так что касаемо вот этой драпировочки были комментарии что можно было просто перевести вытачку на грудную да дело в том что для чего это было сделано что там была такая сложная сложная сложное моделирование чтобы именно вот эта драпировка не была расположена в области только груди а была именно расположена пола центру переда до самой то что-то все тянется это все вот такого мягкое такое вот абсолютно как сказать ни к чему не обязывает очень классно держит форму да и ну интересно эффект создает на самом деле ну то есть она никуда у нас не денется что мы здесь с числавой придумали мы придумали вот что верх изделия мы обработали все-таки подкладочкой но подкладочка до подкладочка у нас конечно тоже такая тоненькая вот видите трикотажная конечно мы никакой другой кроме трикотажа мы не можем она тоже у нас натуральная она не синтетика то есть как бы инга и не заметила давай что а здесь у нас есть подкладка потому что действительно она у нас вискоза вискоза не шелк но вискоза почему голубая потому что была еще черная но черной мы не захотели делать чтобы уже так не не дело чтобы черная была но к телу тоже не совсем приятно летом хотелось что-то посветлее тем более у нас тоже здесь голубой оттенок присутствует ну вот мы решили что здесь у нас еще плечики вот всегда я очень люблю мне так просто идут они плечики тоже мы решили сделать почему потому что трикотаж мало того что он мягкий и конечно он провисает они вот совсем тоненькие вот видите они совсем тоненькие поэтому плечо выравнивается трикотаж плечо выровнялась комфортно очень хорошо лежит рукав форму такую имеет в области проймы плеча я хотела рассказать как у нас обработана вот эта драпировка значит первый впервые в первую очередь мы обрабатывали горловину горловину мы строчили здесь я говорю что нет ни единой строчки просто напрямую строчки горловину мы строчили вот таким швом 4 нитка на 4 нитки вначале проклеили по краю горловины тоненькой шифонкой а потом когда мы их соединили вместе мы вывернули и продолжали уже делать следующие операции следующая операция у нас что было мы прострочили сделали такую кулисочку между основной тканью и между подкладочной и уже снизу у нас когда был открыт шов снизу вставили резинку резинка у нас была до тех пор пока до последней примерки для того чтобы мы могли в любой момент либо подтянуть резинку на инге чтобы не подергивался вот этот центральный шов либо немножко ее расслабить в общем резинку вставили затем у нас вточались рукава подплечники и соединили мы юбку с лифом и в последний момент инга что-то тоже приехала приехала мы ее убираю убирали потому что она приехала из очередной поездки и платье было опять ей велико поэтому мы не стали прям так ну трикотаж да мы не стали еще раз убирать да да мы не стали еще раз убирать я просто вставили резинку и это прям хорошо да не было резинка очень и резинка на посадила до посадила на место талию я могу теперь ты можешь ходить и даже если ты немножко наберешь то ничего страшного не будет платье очень хорошенько кстати в этом году очень порадовалась вещам которые я не успела ушить в том году молодец вот ну в общем то и все наше платье вот перед вами да хочу добавить что я очень хотела платье именно вот из такой ткани из шелка это абсолютно невесомо абсолютно как бы такая свобода чувствуется и прохлада и прохлада мы были комфортным как до было очень жарко достаточно но мне было очень комфортно и самое удивительное что она вообще не мнется то есть даже там я посидела за рулем какое-то время встала и вообще никаких нету складок в принципе да я не утюжила его вот перед после съемки я его не утюжил я вот взяла да это очень нравится спасибо большое вам за это прекрасное изделие в котором я сегодня уже иду на наверное концерт это отлично хорошо я очень рада что мы с тщеславой постарались и угодили нашим нашему клиенту рады мы очень что мы закончили наконец это платье что она уже была у нас в прогулке что она порадовала свою хозяйку пожалуйста шейте вместе с нами творите не бойтесь крупных расцветок крупных цветов и не бойтесь цвета вообще в принципе потому что цвета действительно добавляют в нашу жизнь радости красок эмоций поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и пишите комментарии с вами были инга светлана и вся наша дружная команда